привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами алексей колчин и мы сегодня проделаем и обсудим один очень любопытный эксперимент для которого мы приготовили вот эту установку сверху на перекладине закреплен электродвигатель и его ось опускается почти до дна сосуда а к этой оси припаяны две изогнутые под прямым углом трубочки концы этих трубочек находятся под водой и сейчас я подам на электродвигатель напряжение буду его постепенно увеличивать и вот трубочки пришли во вращение но и мы видим что неожиданно из них начинает вытекать вода а сейчас я подниму напряжение еще больше и мы видим какой отличный центробежный насос у нас получился и сейчас мы подробно разберем как же этот насос работает и какие трудности возникают в объяснении его работы и основной вопрос который здесь возникает это каким образом энергия от электродвигателя передается строем воды текущим по трубкам ну или можно сформулировать его и по другому какие силы приводят воду в движение и кажется что здесь все понятно вода по трубке будет разгоняться центробежной силой но как только мы это сказали мы описываем все происходящее из неинерциальной вращающейся системе отчета который только и существует центробежная сила хорошо центробежная сила создает разность давлений так которая засасывает воду там на нижнем конце трубки и при этом нужно понимать что вода по трубке движется с постоянной скоростью в силу принципа непрерывности ну по крайней мере до тех пор пока обороты двигателя не станут такими большими что разность давлений начнет разрывать воду внутри трубки ну давайте представим себе что мы выключили электродвигатель и тогда казалось бы наша система так и будет продолжать вращаться и у нас получится вечный двигатель вода по-прежнему будет засасываться созданную уже разностью давление в трубке в чем же здесь ошибка а дело в том что кроме центробежной силы существует другой вид не инерциальных сил силы кориолиса и они будут перпендикулярны как оси вращения так и скорости воды трубках но это значит что силы кориолиса действует перпендикулярно стенкам трубки и они направлены в точности против направления вращения тогда понятно что да и они создают вращающий момент который противоположен тому моменту который создает электродвигатель то есть у нас стационарной ситуации эти силы полностью компенсируется ну ясно теперь что если мы выключим электродвигатель вот момент кориолисовых сил у нас все и затормозит и трубки остановятся и вот мы получили картину происходящего в ней инерциальной вращающейся системе отсчета а теперь давайте объясним явление в нашей лабораторной инерциальной системе ведь мы как физики должны уметь делать это как в той так и в другой системе отсчета а в инерциальной системе отсчета вода течет вдоль трубы со стороны стенок трубы на воду действует сила которая казалось бы перпендикулярна этой скорости но как тогда эта сила может совершать работу ну и как может совершать работу электродвигатель который вращает эту трубу а дело в том что в лабораторной системе отсчета вода движется не только вдоль трубы но и вращается вместе с трубой и поэтому траектория любого элемента воды представляет собой архимедову спираль и скорость этого элемента направлена всегда по касательной к спирали ну а сила действующая со стороны стенки трубы оказывается вовсе не перпендикулярна скорости воды и тем самым эта сила может совершать работу по увеличению скорости воды когда она раскручивается по спиральной траектории а теперь перейдем к нашему традиционному заключительному вопросу который задал нам один из наших подписчиков ну и собственно с этого вопроса и началась работа над этим роликом звучит он так давайте теперь загнем назад верхние концы трубок нашей установки у нас получится вертушка из которой будут бить в разные стороны струи воды и создавать реактивную тягу и спрашивается не хватит ли этой тяги так что даже при отключении электромотора вертушка будет продолжать вращаться вечно или все-таки в конструкции этого вечного двигателя допущена какая-то ошибка ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе